Уважаемые товарищи, Алексей Александрович, как вице-президент общества МАИК, давал мне поручение в удобное время проинформировать о ходе подготовки к юбилейным мероприятиям. У нас есть очень интересная информация. Уважаемый Виктор Антонович подписал положение о попечительском объекте, а Владимир Николаевич Вчаровнухин, который уважаемый, он сегодня является ответственным секретарем редакционного совета журнала «Среда обитания человека». Чем интересен этот проект «Среда обитания человека»? Тем, что мы будем предлагать каждому руководителю секции Московского общества испытательной прокуратуры к юбилейным мероприятиям, то есть к июлю месяца 2020 года, подготовить спецвыпуск. Он может быть 8 полос, а может быть 108 полос. В зависимости от того, какие возможности. Вы скажите, представьтесь, пожалуйста. Я создатель, руководитель информационного ресурса «Куркина Лайф». Это в фейсбуке. Я сам живу в Куркино. Дело в том, что мою группу «Куркина Лайф» там очень много видеоматериалов, и ее читает вся Москва. В России читает, даже за границей. Сейчас я делаю одно из направлений. Я делаю проект. Я знакомлю москвичей с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Это абсолютно не партийное направление. Я считаю, что все партии, все общественные движения должны участвовать в этом процессе, обмениваться идеями, вскрывать проблемы, искать пути их решения и ни в коем случае не разжигать конференции. Должны мирно сотрудничать в рамках юридического поля, чтобы компания шла без черного пиана, без войны компроматов и так далее. Не надо там говорить, что «Единая Россия плохая», а, допустим, «КПРФ молодцы» или там еще что-то. Во всех партиях есть хорошие конструктивные люди, которые могут помогать нашему городу, Москве, развиваться. Именно парламентской ветви власти. Это очень важная ветвь власти. Это представительская функция прежде всего. Она должна развиваться. Должны в ней все. Желательно, чтобы были представители всех политических движений. Ну, как получится, конечно. Но, тем не менее, я считаю так, что и даже избранные там, допустим, представители КПРФ или представители ДПР, они должны общаться и со сторонниками других партий. Даже после того, как они избрались, и чтобы мнение как можно большего числа москвичей учитывалось, и город наш становился более комфортный для жизни именно нас, москвичей и гостей страны. Так я не понял. Вы хотите рекомендовать Алексею Александровичу депутатам Москва, но я не понял. Ну, вы знаете… Я уже отошел от этого. Я в курсе, что вы выдвигались по 44-му, 45-му округу. Ну, я посмотрел, вы, в общем, сейчас, так сказать, оказались от борьбы. Может быть, это и правильно. Точно правильно. Возможно, это правильно. Потому что вы правы. Это война компроматов, идите через какие-то письма по поводу ботанического сада. Тем не менее, да, я очень внимательно посмотрел вашу деятельность. На самом деле, неплохо, если бы вы были, неплохо застали. Ну, просто в такой ситуации. Ну, как вот Козьма Прутков говорил, нельзя объять. Не объять. Поэтому вы на своем месте делаете очень большие дела. Я посмотрел, что вы 25 лет назад приняли в разрушенном состоянии. Сейчас это центр не только ботаники и фауны, и флоры, а центр культурного развития на самом деле. Музыка и художественные мероприятия проходят при вашем непосредственном участии. Я бы даже не сказал не участие, а вы двигаете. Да, да. Вы это развиваете, вы придали абсолютно замечательный импульс развитию всего этого. И поэтому вот я своими скромными возможностями Куркина Лайф я хотел бы как-то этому делу помочь. Потому что вот я знаю, что информация об этом не все мягко говоря владеют. Не все москвичи даже владеют. Даже не знают некоторые, что такое аптекарский огород. А если и знают, то думаю, ну там это ботаники, червячков там, а здесь культурная жизнь бьет крючом. А у меня есть конкретные предпочтения к вам. Приходите, кстати, на наши концерты вот завтра, после завтра. Я вам даже могу, у меня есть джазовые коллективы, с которыми я общаюсь с моим, так сказать, если вы в этом плане готовы посотрудничать. И еще, вот смотрите, еще такой момент, о чем бы я вот, так сказать, хотел бы вас попросить. Попросить, а ты у меня житель Куркина. Да, житель Куркина. Есть у нас в Куркино долина реки Сходня. Замечательный парк, замечательный парк, который, к сожалению, вот застройщики его атакуют. Потому что, ну, очень привлекательное место. Это административно, это Москва, но это жемчужина вот такая вот природная. Вот смотрите, я вот даже, вот я пофотографировал Дарину и Сходня, вот я вас попрошу как специалиста помочь. Смотрите, идет дискуссия, вот это вот, что за цветы, это Незабудка или Вероника? Вероника, Вероника только. Видите, вот идет дискуссия. Вероника. Это Вероника. Да, совершенно точно. А я вот... И может быть, в сомнении, Вероника. Да. Вот и у Дарины, Вероника. Вот, она же там много. Я посмотрю, там 15 видов этих Вероник. Да, да. Есть там какая-то таласистая, есть дубравная, есть там еще, вот я почитал, там их 15 видов этой Вероники. Видите, вот написано, Вероника, женское имя, ударение Вероника и Вероника растения. Да. Вот она сейчас. И тут вот... Так, вы сейчас выступаете как эксперт, я понимаю. Ну да, вот смотрите, да, род цветковых растений. Вот, это очень большой, на самом деле, род. Там огромное количество видов. Да. Там от 300 до 500 считается какой-то диапазон. Вот, но вот это, я не помню конкретно какая, по-моему... А вот я сейчас с другой стороны... Лекарственное. А, вот, это издалека немного... Да. Да. Да, есть лекарства, наверное. Вероника. Так, маркируешься. Да, я должен лежать. Нет, Атаминдер, маркируешься. Вы только сейчас прибыли с какого-то интересного мероприятия. Есть такое российское государство и социальный университет. Покажите, пожалуйста, с кем вы сейчас встречались. Может, мы здесь очередную встречу сделаем с ректором этого университета? Давайте. Может, давайте... Я встречался с Натальей Борисовной, да, почему? Давайте, можно сделать экскурсию. Да, да. Приезжала большая делегация. Да. Несколько дней назад приезжал директор ботанического сада Эдинбурга. Это один из лучших в мире, садов, грандиозный, просто потрясающий. Вот Кью и Дзинбургский, Королевский ботанический сад. Это два лучших в мире.